Рядовой Илья Леонтьев в дзюдо с детства. На татаме провел большую часть жизни. Особая честь – привить себя на турнире в память о Герое России, делится спортсмен. Тем более, что дзюдо развивает самые мужские и доблестные качества. Отец отвел меня изначально, а потом мне уже само понравилось. И так же занимаюсь, нравится. И стержень свой формирует внутренний, то есть закаляет характер. Это чувствуется все равно. Военные из Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Республики Мордовия. Всего более 50 борцов из семи регионов страны приняли участие в открытом личном командном чемпионате Самарского соединения внутренних войск МВД России по дзюдо. На татаме вышли не профессиональные спортсмены, а те, у кого спортивная подготовка – часть службы. У нас спортом занимаются все. Для этого у нас созданы все практически условия. И даже в программе боевой подготовки ежедневно предусмотрены 4 часа занятий спортом. Традиционный чемпионат по дзюдо посвящен памяти героя России Евгения Золотухина. При выполнении специального задания в Чечне рядовой призывник из Самары проявил отвагу и героизм. Закрыл с собой командира от пулеметной очереди. Тогда ему еще не исполнилось и 20 лет. В честь него в городе названа одна из улиц. Его же имя носит 95-я кадетская школа. Турнир по дзюдо – еще одна дань памяти и знак уважения. Он проводится по инициативе первого заместителя председателя городской думы Николая Митрянина. По его мнению, дзюдо для Самары – знаковый вид спорта. Сама школа сохранилась. Ее сохранили люди, которые очень много отдали спорту дзюдо, самбо годами. Поддерживают, когда у нас было очень сложно. А сейчас мы на подъеме. Сейчас есть решение строительства дворца единоборств. Я думаю, у нас когда-то появится обязательно. Много очень секций работает. И самое главное, что много мальчишек занимается совершенно бесплатно. И я уверен, что результат будет хороший. Знаковый турнир под дзюдо в память о Герои России Евгении Золотухине проходит в несколько этапов. Финалисты самарских соревнований отправятся на чемпионат войск регионального командования. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.